Почему и откуда у ученых берутся какие-то особенные права и свободы? Средних веков мы знаем, что университеты были особенными корпорациями. Они обладали определенной автономией и свободой, и студент в средневековом городе был чем-то средним между образованным ученым и хулиганом, поскольку его довольно трудно еще было и наказать, он был представителем другой корпорации, другого цеха. Но сегодня академические права и свободы в современном мире — это права и свободы ученых на учить и учиться. Это особенная защита знания от любого влияния, от влияния идеологии, от влияния политического момента, сохранения логики и функции науки как критического осмысления общества и государства, в том числе если говорить о гуманитарном и социальном знании. Наука должна быть свободной — это не абстрактный термин. На самом деле очень многие государства, да практически все, всегда пытаются науку использовать для каких-то своих конкретных политических целей. И очень часто за этим стоит желание не просто контролировать науку, а объяснять ей, что вообще нужно ученым делать. Поэтому основная задача академической свободы — это защита ученых от контроля государства. Речь идет о высокой степени автономии, и речь идет о высокой степени самоопределения ученых в том, в каком направлении им двигать исследование. Можно ли им исследовать вот это, а можно ли им исследовать вот это, каким образом им делать то или другое. Мы знаем, что для авторитарных режимов свойственно особенно гуманитарное и социальное знание использовать в совершенно практической идеологической плоскости. По сути дела в Советском Союзе большая часть гуманитарного знания и представляла собой идеологический продукт. К сожалению, ничего другого больше. Это как раз причина того, почему гуманитарное и социальное знание сегодня в России находится в большом кризисе. Потому что за исключением нескольких десятков человек основное образование, которое им было получено людьми, ulated��ом. Это было образование не критическое, образом образование не гуманитарного знания, способом идеологическое. Это то образование, которое очень сложно конвертировать в современном мире. Это то образование, которое очень трудно продать, потому что это еще и рынок. Это же свободный рынок, это соревнования людей. И академические права и освободы это в том числе залог успешного функционирования этого рынка. Мы знаем, что за некоторыми исключениями, за очень немногими, фактически речь идет о том, что академические права и свободы обладают такой функцией гарантии производства успешного академического знания. В каком-то смысле это похоже на свободный рынок. Если у нас есть свобода рынка, у нас есть свобода производства, у нас есть хорошо развивающийся рынок. Если свобода рынка нет, если есть контроль государства, рынок не развивается. Это причина стагнации всегда в экономике и это причина всегда серьезных проблем в развитии. То же самое касается и науки. Если наукой начинают руководить, если наукой начинают управлять, то происходит как в Советском Союзе, когда наука оказывается во многом либо уничтожена, либо подконтрольна бюрократам, партийным, идеологическим бюрократам, которые определяют направление этой деятельности. Поэтому академические права и свободы прежде всего это свобода от государства, но это еще и свобода от национальных границ. Академические права и свободы это способ или условие успешного развития глобальной науки. Глобализация — это очень важный термин, потому что современная наука не бывает национальной. Когда люди говорят о национальной науке, хочется сказать, что не бывает национальной физики и не бывает национальной социологии. Это что-то, на мой взгляд, из области чего-то очень странного. Есть только мировая наука, и именно в этом качестве нужно выступать для того, чтобы гарантировать людям возможность эту мировую науку создавать, организовывать и обсуждать. На этой мировой науке основной ее задачей является развитие образования. Поэтому, когда мы говорим о формировании этого общего знания, то это формирование общего образовательного и исследовательского поля. Для этого существует Болонский процесс, который был создан и прежде всего основан на принципах академических прав и свобод. Уже тогда, когда ректоры ведущих европейских университетов собрались и подписали Болонскую декларацию, первым документом, который они подписали, была магнокарта университатум — всеобщая декларация прав университетов. Университетские права и свободы были зафиксированы как основополагающий документ, гарантирующий права и свободы для развития свободной науки. Поэтому сегодня, когда мы говорим о вызовах этой свободной науки, можно перечислить несколько из них. Прежде всего, это вызов секьюритизации. Конечно, государство имеет право знать и контролировать опасные технологии или опасные процессы, которые находятся иногда в руках ученых тоже. Разработка атомной бомбы, бактериологическое оружие. Но, тем не менее, это должно быть закрытый, предсказуемый и достаточно жестко контролируемый учеными список. Второй серьезный вызов — это новый виток холодной войны, когда речь идет о сложностях во взаимодействии между учеными. Безусловно, то, что должно быть совершенно невозможно, — это запрет для ученых пересекать границы в обе стороны. К сожалению, эта практика не только авторитарных государств, но и вполне себе демократических. Государства полагают, что если к ним не приехали ученые, которые не разделяют официальную или лояльную по отношению к этому государственному точку зрения, то это их защитит или сделает их более безопасными. Мне кажется, что это сильно смешивает сотрудников правоохранительных органов или спецслужбы с учеными. У ученых нет задачи влиять на политику и тем более на практику тех или иных государств. У них может быть мнение отличное как от мнения своего государства, так и от мнения любого другого, но на это они ученые. Ученые вообще обладают, на мой взгляд, в высокой степени автономии. Прежде всего, эта автономия заключается в критическом отношении, в критическом подходе к любому мнению, к любому положению вещей в любой стране. Поэтому в данном случае, мне кажется, что одно из серьезных вызов академической свободы — это контроль границ, который продолжение политики секьюритизации. Еще один серьезный вызов академической свободе — это то, что я бы назвал неолиберальными реформами. Представление о том, что академическое знание — это продукт, который надо расфасовать и продать, и чем больше вы продаете продукты, тем успешнее вы продаете, тем лучше вы ученый. И наоборот. Это опасная вещь, потому что знание само по себе ценно. Знание трудно, и это действительно большая проблема. Как, собственно, мерить произведенное знание? Чем его мерить? У нас сейчас меряют знания опубликованными в пир-ревью журналах статьями. Это неплохо, хотя, видимо, для естественных наук это работает, а для гуманитарных — нет. Потому что гуманитарии очень часто, например, много лет работают над какой-нибудь главой в монографии, а это не считается, а какие-нибудь публикации регулярные считаются. Но, тем не менее, допустим, так можно мерить. Но важно просто помнить, что знание ценно само по себе. Его функционирование не должно быть так жестко контролируемо государством, и его функционирование должно быть прежде всего ориентировано на производство критического отношения к окружающему. Поэтому если мы теряем независимость и автономию университета, если академия становится местом по производству дипломов или по расфасовке продукта под названием знания с определенной ценой, это убивает логику настоящего свободного критического университета. Поэтому это очень сложно. Действительно, с одной стороны, мы просим у государства финансирование, чаще всего оно бюджетное, но тем не менее одновременно ученые должны и обязаны требовать независимости. Потому что в противном случае, и мы это наблюдаем во многих странах, в России в том числе, к сожалению, требования бюджетного контроля легко и неподнужденно превращаются в контроль бюрократов над тем, какое количество часов человек читает ту или иную лекцию. То, что происходит сегодня в системе высшего образования, очень печально характеризуется бюрократизацией производства знаний. И наконец, политическая свобода от идеологического контроля — это залог функционирования университета. Не может быть лояльного университета по определению. Университет — это место фронды, университет — это место критики, университет — это место несогласия, это место, если угодно, природное место для диссидентства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok